Всем привет! Это программа «Дополнительное время». Неделя подошла к концу. За эти семь дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов на звании команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Заключительный матч подопечная Игоря Веркина провели против хозяев турнира команды «Дизель». Игра завершилась со счетом 2-0. Победу команде «Сарачан» принесли точные броски в исполнении Михаила Исаяна и экс-нападающего «Желто-синих» Николая Владимирова. Лучшим защитником турнира признан Павел Медведев из ХК «Саров». Лучшим нападающим также признан игрок нашей хоккейной дружины Глеб Бондарюк. В «Дюж Саров» завершился хоккейный турнир памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Евгения Константиновича Куницына. В турнире приняли участие команды юниорской хоккейной лиги. Подольский «Витязь», «Торпеда» из Нижнего Новгорода, «Дизель» из «Пензы» и «Саровская команда «Ракета» под руководством Виталия Пурьева. Подробности встречи в репортаже Ирины Вышегородцевой. Неуемная работоспособность, стойкость духа, воля к победе – эти качества необходимы каждому спортсмену, чтобы достичь настоящего успеха. Именно эти черты характера воспитывал в своих учениках заслуженный тренер Евгений Куницын. Его имя известно не только нашему городу, но и всей стране. В Сарове уже девятый год подряд в его честь проводят турниры, на которые съезжаются опытные спортсмены и тренеры, а также начинающие хоккеисты со всей России. Это один из первых тренеров, который приехал сюда. Он наш земляк и работал здесь. Память о этом заслуженном человеке, который воспитал очень много таких ярких хоккеистов. Ну, не только хоккеистов, уже некоторые уже дедушки даже, можно сказать, в своих семьях. Поэтому весь город его знал и знает, и помнит о нем. В этом году в рамках турнира на Ледовом поле встретились четыре команды из Подольска, Пензы, Нижнего Новгорода и Сарова. На лед вышли подростки, но по накалу страстей, по остроте моментов игра не уступала взрослым матчам. За третье место боролись клуб «Ракета» из Сарова и «Дизель» из Пензы. У нас команда младшая на год. То есть в юниорской хоккейной лиге играет команда. Ребята, то есть год рождения 2001-2002, у нас вся команда, ну, кроме трех человек, 2002 года. Команда новая. Некоторые даже на переста России по юношам не играли. Первый период для обеих команд прошел на равных. Во втором наши спортсмены уступили со счетом 0-2. В третьем Саровская дружина смогла отыграть одну шайбу, но получила в ответ еще две. По итогам встречи саровчане уступили хоккейному клубу «Дизель» со счетом 1-4. Обе команды были как бы в хорошем настрое боевом. Обе боролись. Просто кому-то больше повезло в моментах. Много не разыграли, много не получилось. Мы все новые, считай, мы все первый раз друг друга видим. Ну и вот только-только начинали вкатываться. Мы получили опыт определенный. Ну и в сезоне нам будет, наверное, проще играть. После налета вышли команды, претендовавшие на звание чемпиона. Клюшки скрестили спортсмены из Нижегородского «Торпедо» и Подольского «Витязя». По итогам турнира первыми стала команда «Витязь», вторыми «Торпедо», третью строчку заняли ребята из города Пенза, а на четвертом оказалась Саровская дружина. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Продолжается областной футбольный турнир. 11 августа на стадионе «Икар» наши футболисты играли с «Металлугом» из «Викса». Итог встречи 1-1. В городском чемпионате по футболу команда уже сыграли 13-е туры. Вот его результаты. Команда «Авангард» переиграла «Динамо ВД» 2-1. В свою очередь «Динамо» из воинской части разгромили «Чайку» 7-2. В «Эмпел» и «Дюшикар» сыграли в ничью 3-3, а «Арсенал» был просто смят командой «Буревестник». 1-8. Итоговый счет на табло. В прошедшие выходные, таки наконец, состоялся турнир по пляжному волейболу на призы градообразующего предприятия. О сложностях игры на песке и нюансах игры 2 на 2 в нашем следующем сюжете. Самая бросающаяся в глаза разница между обычным волейболом и пляжным в том, что команды меняются площадками после каждых семи забитых мячей. И неважно, с чьей стороны они были забиты. Для непосвященного человека это выглядит очень странно. Но, как оказалось, в этом есть свой практический смысл. Из-за того, что сопернику, например, солнце светит в глаза, теряется качество. Поэтому, чтобы были команды в равных условиях, происходит смена сторон. Каждые семь очков. Каждая партия в пляжном волейболе длится до 21 забитого мяча вместо 25 в классике. А покрытие площадки одновременно и помогает, и мешает спортсменам. Для Николая Логинова из команды «Звезды» самые веселые в пляжном волейболе – это попытки вытащить мяч в падение. И тут песок становится ему помощником. Никакого позерва. Действительно хочется тащить мячи. То есть заряжаешься, хочется бороться. Даже если провыгрываешь, как сейчас было, там минус 10, минус 9. Все равно хочется зацепиться, потому что ради этого мы сюда и приходим. Команду, в которую играет Николай, ребята создали буквально перед самым началом соревнований. Название «Звезды» выбрали просто посмотрев на небо и увидев там яркое летнее солнце. В своей первой игре ребята держались достойно, но все же уступили своим оппонентам. Это была первая игра, конечно, тяжеловата, пока еще толком не разогрелись, не размялись. И при этом успели устать, потому что соперники оказались, ну, одни из фаворитов турнира, прям скажем, не повезло нам с жеребьевкой. А проиграли, скорее всего, потому что не хватило того самого опыта, который есть у них. И фаворитам, и преследователям первой встрече в рамках волейбольного турнира на песке пришлось нелегко. Площадки – сетка стандартного для волейбола размера, а вот играют не шестеро человек, а всего двое. Но вымотанные напряженной встречей волейболисты по окончанию встречи окунулись в прохладную воду и, по словам самих игроков, были готовы снова вступить в борьбу за первые места. Кирилл Василин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 11 августа на стадионе «Икар» прошел спортивный праздник «День физкультурника». В этом году гостями комплекса стали более 700 человек. Они попробовали свои силы в семейной эстафете, в соревнованиях по волейболу, футболу, стритболу, гиревому спорту, перетягиванию канату, сдаче нормативов ГТО, ну и так далее. Параллельно на площадках стадиона проходили показательные выступления мастеров брейк-данса и трюкового катания на скейтбордах, роликовых коньках и БМХ-велосипедах. А военнослужащие Саровской дивизии провели акцию «Зарядись энергией» с Росгвардией. Подробности в сюжете Елены Грецковой. В День физкультурника на стадионе «Икар» собрались люди разного возраста и профессий. Одни сразу встали в строе и приготовились к соревнованиям, другие просто пришли поддержать своих друзей и коллег. Праздник начался с награждения призеров летней Атоме Ады 2018 и вручения значков ГТО тем, кто уже выполнил нормативы. В День физкультурника приходят люди, которые преодолевают себя, люди, которые бегут в жизни и достигают больших высот. Громкая музыка стала ориентиром для тех, кто хотел попасть на площадку «Скиллз-пати». Мальчишки разного возраста показывали трюки на велосипедах и самокатах. Скорость и высота – вот две составляющие этого зрелищного спорта. Это «Скиллз», это не соревнование. Для Сарова, возможно, это новая стандартная тема. Это называется «Контест». «Контест» – это такая форма мероприятия, где люди просто приезжают и показывают свое умение. Ребята показывали свое умение владеть двухколесным транспортом не только на земле, но и в воздухе. Участники виртуозно разворачивались во время трюков и эффектно завершали свое выступление. Рядом организовали танцевальную площадку любителей брейк-данса, где любой желающий мог продемонстрировать умение владеть своим телом под ритмом музыки. По словам организаторов, танцевальные студии испытывают сейчас некоторые трудности, и выступление в рамках праздника – это возможность показать свой потенциал. Очень хочется привлечь к ним внимание, чтобы город обратил на этот сегмент внимание и вернул пацанам репутационную базу. Почти половину территории стадиона заняли военнослужащие. Акция «Зарядись энергии с Росгвардией» совпала с Днем физкультурника. И более 400 сотрудников ведомства вместе с родственниками приняли участие в состязаниях по различным видам спорта. В целом, всероссийская акция во всех регионах, во всех округах проходят соревнования, массовые мероприятия. Военнослужащие Саровской дивизии участвовали в соревнованиях как в личном, так и в командном первенствах по армрестлингу, перетягиванию канатов, футболу, волейболу, гиревому спорту. Каждая воинская часть сформировали сборные в каждом виде, и они соревнуются между собой. Попробовать свои силы в спорте могли даже самые маленькие гости праздника. Площадка для семейной эстафеты работала в режиме нон-стоп. Главная цель – весело и дружно пройти все этапы эстафеты. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. 18 и 19 августа в городе пройдет чемпионат подарцев. В программе «Пятиборья» личный мужской и женский турнир, парный мужской и женский турнир и командный турнир. Приглашают всех желающих. Соревнования пройдут в СК «Прогресс» по проспекту Музрукова-2. Начало турнира в субботу в 11 утра, а в воскресенье в 9 утра. На стадионе «Авангард» в субботу в 10 утра начнется открытый турнир по пейнтболу. Заявки еще принимаются, выставить команду может любой желающий. Начало схваток в 10 утра. Не пропустите, это будет динамично и красочно. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!